Приветствую тебя на канале BlundieChain и сейчас очередной тест-нет, который можно проделать пошагово в этом видео. Проект с названием Caldera. На самом деле в твиттере не так-то много подписок, но данный проект находится на ранней стадии. Подписано на данный момент всего лишь 8000 человек, но здесь мы можем уже заметить венчурный фонд, такой как Sequoia Capital. А если мы обратим внимание на последнюю новость, которая закреплена в твиттере, то мы можем увидеть, что данный проект собрал 9 миллионов долларов от таких венчурных фондов, как Sequoia Capital и Dragonfly Capital. А это значит, что классные венчурные фонды уже проинвестировали в этот проект, поэтому почему бы нам его сейчас не затестить. Первым шагом нам нужно будет перейти на данный сайт, но в URL профиле проверьте, чтобы был testnetcaldera.de. Это значит, что мы находимся на тестовой сети данного проекта. Пролистываем вниз и можем увидеть Goerly Rollup Details. Здесь нам нужно добавить сеть в MetaMask. Нажимаем на данную кнопочку, добавляем сеть в MetaMask, опускаемся ниже и добавляем еще одну сеть, Polygon USDC Rollup Details, Add Chain to MetaMask, Approve и Switch Network. Следующим шагом нужно нажать на кнопочку Request Faucet Funds, то есть запросить тестовые токены. Запрашиваем тестовые эфиры и запрашиваем тестовые стейблкоины USDC. Нажимаем Receive Funds и ожидаем, пока они поступят к нам на кошелек. После чего переходим в Bridge Funds, где нам нужно высадить токены с одной сети на другую. From Goerly Ethereum to Goerly Testnet Caldera Chain. К примеру, всылаем 0.5 тестовых эфиров в другую сеть, подтверждаем MetaMask и ждем исполнения транзакции. Ждем, пока криптоактивы перейдут с одной в сеть и другую, можем на второй вкладке проделать это с другими криптоактивами. К примеру, отправляем USDC с Polygon MyNet на Polygon USDC Caldera Chain. Теперь то же самое делаем в обратном порядке. Подтверждаем транзакцию в MetaMask. Можно воспользоваться мостом несколько раз для того, чтобы увеличить количество транзакций, увеличить активность. И соответственно в Explorer у нас, чтобы отображалось больше действий. И последнее действие, которое мы можем проделать, это сминтить NFT-шку. Нажимаем на кнопку Mint Your CalderaMon, это что-то наподобие покемона, только в крипте. Подключаем свой кошелек. Минт NFT-шки нам нужно проделать на сети Caldera Girlie Rollup, то есть переключить и сразу сесть в MetaMask. Подтверждаем транзакцию в MetaMask и можем посмотреть сминченную NFT после исполнения транзакции в Explorer. Если вы все проделали правильно, у вас должно выскочить вот такое окошко. Данный покемон попался мне. Не знаю, у всех ли такие будут покемоны или будут меняться. Напишите в комментариях, такая же у вас сминченная была NFT-шка в итоге или выпала другая картинка. В принципе, все достаточно просто и если вы делаете тестнеты, то данные свопы и бриджи для вас являются достаточно легкими. Поэтому, если есть немного свободной времени, советую проделать данные тестнеты для того, чтобы в будущем рассчитывать на какую-то награду. Субтитры создавал DimaTorzok